Надежда В скалистых горах Канады От потерпевшего там аварию Вертолетчиков Сигнал был естественно принят Передан на землю в центр управления Службы спасения были задействованы Экипаж был спасен За что Федеральному космическому агентству Канадская сторона Выразила глубокую признательность Изначально Каспас Сарсат задумывался Как большой международный проект С участием Советского Союза США, Франции и Канады Технологии производства спутников были разные Но задача одна Дать людям шанс на спасение Аварийный радиобуй Установленный на самолет, вертолет, корабль При чрезвычайной ситуации Автоматически включается И передает сигнал бедствия На ближайшую станцию слежения В аппарате ГЛОНАСС-К Который сейчас строит в Железногорске Все последние достижения спутника строения Негерметичный корпус Самая современная элементная база Кроме навигационных функций Есть в нем и еще одна Аппаратура Каспас Сарсат Через приемную антенну Принимаются сигналы Включенных аварийных радиомаяков Радиобуйок Ну если не дай бог Где-то что-то случилось Какая-то авария Принимается бортовым комплексом Передается через передающую антенну На наземные пункты Там передается в центр управления И дальше уже задействуется Технология поиска спасения Службы спасения Сегодня точность определения сигнала В том числе и со спасательного радиобуйка Возрастает многократно Вот это самое главное Вот этот вот Будем говорить район Здесь расположены как раз Будем говорить Антенны аппаратуры БИНС Бортового источника Навигационного сигнала С помощью которого Как раз излучается Весь этот навигационный сигнал И потребитель ловит Именно сигнал Вот от этого От этой аппаратуры Совсем скоро в космосе Заработает орбитальная группировка Новых спутников ГЛОНАССКА После 30 лет надежды Система Каспас Сарсат Возрождается в новом качестве Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...